Привет снова, привет. В Тюмени пасмурный вечер. Я только что пришла с почты, перед закрытием буквально забрала посылку от Дины. Про Дину я узнала из Инстаграма. Оказалось, что она моя подписчица на BookTube. И она меня лайкала в Инстаграме, я заглянула. Я время от времени заглядываю, чтобы познакомиться, кто это ко мне приходит. И я обнаружила, что она... Во-первых, у нее очень приятный Инстаграм собственный, такой лиричный, и там много маленьких приятных мелочей, которые я сама люблю. А во-вторых, у нее есть аккаунт, где она показывает свою керамику. Она делает керамику. Я обалдела и стала следить за этой керамикой. Все там, посмотрела до самого конца в ее аккаунте с керамикой и стала внимательно за ним следить. В какой-то момент она стала выкладывать домики. Я обожаю домики. Это такая тема, которая трогает меня, такой архетип важный. И я стала пускать слюни на эти домики. Мне нравится все. Одно, другое, третье. Но когда появился голландский домик, я уже не удержалась. И захотела его купить, попросила, чтобы мне его Дина прислала. А Дина, как многие талантливые люди, отличается необычайной скромностью. И она говорит, да я вам так пришлю с радостью, как любимому блогеру. Мне так было приятно быть любимым блогером, да еще и у такого талантливого человека разностороннего. И мы с ней, короче, торговались, торговались. В итоге она мне прислала домик. И еще кучу, кучу, кучу всяких няшек, вкусняшек. Сейчас мы с вами будем их разглядывать. Я обожаю так вот этот наполнитель. А тут он еще как зефир цветной. Кайф. Сейчас вот я все вынула. В общем, мне было как-то важно за этот домик заплатить. В том смысле, что это... Я, может быть, ошибаюсь, потому что сама я ничего руками такого не делаю, что можно было, что кто-то бы захотел вообще в мире купить. Но мне кажется очень важным, что когда человек что-то делает, какие-то предметы, что-то осязаемое, важно, что мир бы возвращал ему какие-то плюшки тоже взамен, как-то подтверждая, подчеркивая нужность и важность этой деятельности. Поэтому для меня было важно как-то заплатить, купить этот домик. Один, видимо, было важно и приятно сделать мне подарок, поэтому посмотрите, сколько всего еще дополнительно он мне прислала. Вот здесь вот, скорее всего, пробники. Это тоже очень интересная штука, раскроем ее. Давайте посмотрим пока вкусняшки. Во-первых, вот я смотрю, сахар по-венски с пряностями для чая, кофе и лимонадов, для выпечки каши йогуртов с кардамоном, имбирем, гвоздикой и черным перцем. Я такого еще не встречала, но я обожаю все перечисленные пряности и люблю пряный кофе. В общем, как интересно. А здесь по-милански с цедрой апельсина, корицей, бадьяном и кардамоном. Обалдеть! Это очень интересная штука. Я такое люблю. И они, конечно же, очень красиво еще выглядят. Сами-то такие леденцы. Мне нравится Белевская пастила. Такой десерт из тонких слоев яблочного пюре, такого подвяленного. Здесь брусника, клубника и крыжовника. И еще у них очень красивые с ретро-картинками обложки всегда. Теперь миндаль, обжаренный с солью и луком. Я обожаю луковые всякие кольца. Карамелизованный лук на хот-догах и все такое. И миндаль с луком. Это очень... Мне нравится. А, вот еще. Итальянские хлебцы с семенами подсолнечника, оливковым маслом и морской солью. Я такое люблю. Я пробовала такое с томатами и мне очень понравилось. Спасибо, Дина. Это все очень... Это, во-первых, очень востребовано с моей стороны. А, во-вторых, сулит новые вкусы и впечатления. Господи, как приятно. Неужели все это мне захотела Дина подарить, потому что ей нравится мой блок. Я просто поверить не могу, что я к этому как-то причастна. А, Юлия Никитина! Класс! Спасибо! Я даже не знала, что у нее есть такой комикс. Необычайное путешествие Юлии Никитиной. Это она сама. Это чайничек. Я только что как раз чайнички у нее купила недавно. Необычайное путешествие. Большую часть года я путешествую. То, что я вижу и слышу в пути, превращается в историю сказки. Хорошая история. Лучшее, что можно принести к чаю. Кайф, кайф. И о-о-о-о-о-о. Прикольно. Вот это да. Это настоящее открытие. Это что-то как раз очень новое. То, что я еще даже все это увлечение творчеством Юлии Никитиной я еще только осваиваю. Это так. И про путешествия, и про сказки. Мне очень нравится. Я прям вообще довольна. Супер. Своей неожиданностью, своей уместностью крайней. И вообще, я думаю, что это талант делать подарки, которые человек вот так вот заходит прямо. От которых. Так, ну и домик. Сейчас я вам с удовольствием покажу, во-первых, свой домик. Во-вторых, пробники. А во-вторых, вставлю обязательно картинки других Дининых произведений. Потому что мне кажется, что они очень приятные. И еще она любит такие цвета глазури, естественных тонов. И поэтому у них такой всегда дзен-вайп. Вы просто посмотрите. Я не знаю, передает ли сейчас. Ну, вроде похожий цвет. Голубой. Такой голландский домик. Сбоку у него фонарь. Из кустов растет. Торчит. Здесь лесенка. В парадную дверь заходит не очень часто. Зато постоянно пользуется лестницей. С задней части дома. Поэтому они немного истертые. Чап-чап-чап-чап. И туда заходят. Крыша. Труба. И тут растет еще дерево. Очень красиво все сделано. Вообще сама идея, что это не просто домик, да. А что у него есть вот такие вот маленькие детали. У всех домиков Дина делает подробности, которые придавят всему этому дополнительную историю. Какую-то живость. Недавно Лена на канале Once Upon a Time показывала керамические домики, которые дают за полеты в бизнес-классе в некоторых компаниях. Я вспомнила, как мне нравятся такие домики. И как я мечтала в детстве, что я вот буду тоже летать. И мне будут такие домики давать. Ни разу я не летала бизнес-классом. Другие друзья, не обязательно лететь куда-то бизнес-классом. Такой чудесный домик можно заполучить только для себя. Он один такой на свете. И он у меня. Уже темно, но кое-что все-таки видно. Тут у меня от Лены стоит подарок. Распаковку, которую я снимала недавно. И вот, смотрите. Пи-пи-пи-пи. Я ему найду место. Но вот на полке я его не буду, наверное, оставлять. Потому что здесь не будет видно его во всей 3D-красе. Но пока поставлю здесь. Какая красота. Сейчас мы с вами еще распакуем крошечные пробники. Башня. Домик с кустами. И балкончиком. Домик с деревом. И пристройкой. Такими сенями. Вот, смотрите. Это пробники, которые художник делает для того, чтобы, ну, видимо, посмотреть, как эти формы себя поведут. Да, может быть, как глазурь себя поведет. Как вообще они. Но они до того классные, что у них, не знаю, несмотря на то, что по размеру они значительно меньше, чем большой домик. Вот большой домик с ладоней высотой, повыше даже. Но они такие милые, они такие классные, они такие особенные. Это просто как сказка настоящая. Они при этом очень хорошо все-таки проработаны и детализированы. От них ощущение настоящести. От них нет ощущения какого-то упрощенного макета. А как будто бы я оказалась в маленьком волшебном городке. И вот, знаете, я в детстве обожала маленькие игрушечки. И не особо-то их было много в моем детстве. Но, что характерно, мои дети, что Маша в детстве, она очень любила миниатюрные игрушечки. Маленькую посудочку, крохотных каких-то игрушечек, крохотулечек. И Вася тоже любит маленькое. Вот они сидят и маленькие городочки, домики у себя строят. И вначале у меня была мысль подарить им такие штуки. Но мне жалко, мне нравится самой. Мне хочется в это все поиграть. Какое-то они приносят умиротворение, удовлетворение, счастье. Из-за того, что они такие маленькие и такие классные, такие настоящие. Дина, это просто сказочно. Я такая счастливая. Я смотрела на эти домики в инстаграме. А теперь раз, и они у меня дома. Разве это не чудо? Ой, листик такой тоже классный. Амулетик. Спасибо, спасибо, спасибо. Я очень счастливая. Ни, какие такие. А это что? А, листик. Домик. И еще домик. Тут вот у него дверь. И дерево. А тут такой большой домик. С другой. А тут что-то от рук не видно. Это же башня. Ага. Ну, как тебе мои обновки? Всем понравилась еда. Люди, шлите нам еду. Нет, да. Пап, знаешь, о чем я бы хотел? Что я бы хотел? Отброски солнца на крыше голландского домика. Ай! Каждый четверть часа вид меняется и становится все более эффектным. Даже радуга показалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok